Всем привет! Меня зовут Дмитрий Рогачёв. Добро пожаловать в нашу электричку и всем приятной поездки! Следующая остановка Плющево. Осторожно, двери закрываются. Отправляемся мы с вами по казанскому направлению от Перова в сторону Люберц, то есть двигаемся в сторону области. И у нас с вами сейчас один из самых маленьких перегонов между двумя платформами на Московской железной дороге. Не только в пределах Москвы, но и за пределами Московской кольцевой автодороги. Здесь нам буквально минуту ехать, и электричке не только негде разогнаться, она в принципе будет идти медленно. И многие электропроезда на этом участке действительно идут медленно, потому что нет никакого смысла куда-то гнаться, иначе пробки будут. Мы с вами сейчас проезжаем над путями Горьковского направления, где была пересадка с Перова на Чухлинку, и здесь за забором будут гаражи и первый Казанский просек. Это редкий момент, когда улица, проходящая сквозь гаражи, является полноценной городской улицей и даже имеет свое название. К пассажирской платформе еще подходит улица Майовок и рядом же Луховицкая улица, жители которых тоже будут пользоваться Плющево в составе МЦД-3. Им будет удобнее. Плющево! Кстати, именно жители Плющево будут самыми довольными пассажирами казанского направления внутри МКАДа, благодаря открытию третьего диаметра и единой тарифной политики. Потому что у всех остальных пассажиров, всех остальных платформ, либо рядом есть метро или МЦК, либо есть какая-то уже точка притяжения, как, например, появилась Лефортова недалеко от Сортирочной. А здесь до Стахановской далековато, до Окска и Рязанского далековато. Так что пассажиры местные будут очень рады. Дальше нас с вами ждет практически прямой перегон. Мы будем проезжать параллельно второму Казанскому просеку и первому Вишняковскому проезду. И, конечно же, рядом с железной дорогой снова будут многочисленные гаражи. Но это частое явление. Вся эта местность пока еще недостаточно развита. Однако вы видите, что здесь есть зеленая зона около этой платформы. И это, конечно, большой плюс. Такой, знаете, будто бы выезд за окраину Москвы. Потому что когда-то это было Подмосковье. А потом, когда стало Москвой, не все оказалось полностью застроенным. Вишняки – это район Москвы, который расположен между Казанским и Горьковским направлениями. Сейчас мы смотрим с вами в другую сторону. Вишняки как бы сзади нас, получается. С левой стороны по картинке. И если ехать в обратную сторону и смотреть направо, то тогда вы как раз увидите все Вишняки. Там находится усадьба Кускова. Главный вход к ней находится ближе к платформе Кускова на Горьковском направлении. Ну, либо можно доехать на общественном транспорте от Рязанского проспекта. Это намного удобнее. А для желающих прогуляться здесь, конечно, есть выход в сторону лесопарка. Огромной большой зеленой территории, которая не очень хорошо развита. Но, в принципе, отчасти это и хорошо, потому что есть возможности погулять в лесной части. Ну, а сейчас, когда мы уже подъезжаем к платформе Вишняки, я вам скажу другое. Официально пересадки здесь долгое время не было. И она даже не объявлялась, когда начали объявлять везде. А потом стали с Рязанского объявлять наземный переход. Вишняки! Вишняки! Как раз он ведет к главному входу в усадьбу Кускова, к тому красивому зданию. Следующая остановка – Выхина. Осторожно, двери закрываются. Отправляясь в сторону Выхина, мы с вами будем ехать параллельно улице Хлобыстова. Я специально перед записью этого видео посмотрел, куда ставить ударение. И если с названием улицы есть разные варианты Хлобыстова и Хлобыстова, то посмотрев информацию о том, кто это такой, и узнав, что это советский летчик, погибший во времена Великой Отечественной, я понял, что его фамилия правильно звучит Хлобыстов. Соответственно, и улица тоже Хлобыстова. Она идет параллельно, и во время различных работ здесь были некоторые ограничения во время движения транспорта, и здесь было очень просто организовать движение временных компенсационных маршрутов от Вишняков до Выхина. Пусть здесь не очень большой пассажиропоток, но было понятно, что здесь улица, которая просто позволяет людям подъезжать к своим жилым домам. Вы видите два забора разного цвета. Первый забор это РЖДшный с многочисленными закрашенными объектами, и рядом к нам подошли пути Таганской Краснопресненской линии метро. Это перегон от Рязанского проспекта до Выхина, когда-то конечный, сейчас уже обычной промежуточной станцией, за которой находится депо, одного из самых сложных пересадочных узлов по пассажиропотоку. По встречной электричке еще отражался поезд дальнего следования, который шел по пути невидимому нам с левой стороны. Ну а мы с вами смотрим, как последние пассажиры уже уехавшей электрички идут на пересадку с платформы Выхина на станцию метро Выхина, и здесь была самая удобная когда-то расплатформенная пересадка, тогда еще на Ждановской, поезда, прибывающие из области, высаживали людей на эту платформу, и они просто переходили на соседний путь, на метро. По обратную сторону пересадка была такой же, какая есть сейчас, просто были другие, более старые платформы. В нынешних условиях это не очень удобно, именно из-за огромной толпы. МЦД-3 может разгрузить это, но самая главная проблема в том, как долго будут пересаживаться люди с одного маршрута движения на другой, потому что многие привыкли ехать по старинке, и это сказывается на развитии транспорта. Следующая остановка – Катино. Осторожно, двери закрываются. Особенно заметны отличия после открытия продления сначала до станции Жулебина, потом до станции Котельники. Мы с вами сейчас будем ехать с видом на заезд в депо. Главные пути Таганской Краснопресненской линии практически сразу после станции будут уходить под землю, и здесь перераспределение пассажиропотока не сняло самую большую нагрузку, которая была. Вот вы видите сейчас за решетчатым забором поезд Метрополитена, пересадка с электрички на метро была именно здесь. Но, к сожалению, настолько грязное окно, что у меня даже камера не всегда может спокойно сфокусироваться на том, что нужно показать. Ну, простите, Рязанское направление, Казанская дорога, такие уж у нас электрички. Хотя в 2023-м жаловаться уже нельзя. Так вот, вы сейчас видите заезд в депо, и из депо сейчас выдаются поезда для того, чтобы разгружать Выхина. Дело в том, что даже после открытия продления Некрасовской линии встречается огромное количество людей, возмущающихся, что все должно идти в центр, все должно дублироваться. Но когда-то в советское время было принято решение объединить сразу два направления, Болгоградский проспект и Рязанский проспект, на одну линию метро. Сэкономили настолько, что местами были наземные участки, местами были очень узкие станции, и, к сожалению, это было ошибкой, потому что было ведь понимание, как будет развиваться это направление и в Москве, и в области. Да и в принципе, Люберц это не город, появившийся условно 20-30 лет назад. На этом направлении жизнь была, и было понятно, что она тоже будет развиваться, на примере всех остальных городов. Ну а мы с вами сейчас проехали под МКАДом, и вы видите здесь большую зеленую зону, здесь была когда-то одна из самых больших аварий в московском метрополитене на строительстве, когда лопнул туннель на перегоне до станции Лермонтовский проспект. Ну а мы с вами подъезжаем к Косино, к пересадочному узлу, который тоже когда-то разгрузит Выхина, благодаря своей перестройке. Здесь уже есть пересадка с платформы Косино на станцию метро Косино Некрасовской линии, но она пока не идеальная, однако задел на удобную пересадку, там есть, будет реализован, как только дойдут руки людей до перестройки Косино. Кстати, я, например, скажу от себя, что почему-то я думал, что Косино – платформа новая. Откуда она у меня такая мысль появилась, не знаю. Может быть, из каких-то кривых новостей, полученных много лет назад, но мне казалось, что Косино – это новая остановка электричек, появившаяся там 20-30 лет назад, а ей оказывается гораздо больше века. Следующая остановка – Ухтонская. Осторожно, двери закрываются. На пути к Ухтонской мы с вами окончательно выезжаем из Москвы в сторону Московской области, однако здесь будут рядом еще территории Москвы, потому что расширяется в сторону Некрасовки и бывших Люберецких полей аэрации. Москва, конечно, взяла себе большое количество местности, отчасти спасла ее от застройки Московской областью бездумной, безжалостной и беспощадной, но здесь самое интересное, что вот сюда, во-первых, будет перенесена платформа, это здание белосерое с желтым низом, как раз выход со станции метро Косино, а дальше, двигаясь на Ухтонскую, есть неофициальная пересадка, которую я какое-то время назад показывал, от станции метро Лермонтовский проспект до Ухтонской. Немало людей ходит, потому что можно сэкономить 30 рублей, это разные зоны проезда электричек, и я не удивлюсь, что эта толпа останется, потому что в Москве на МЦД есть городская и пригородные зоны, и до сих пор к моменту монтажа нет окончательного утверждения, где же эта граница будет, потому что официально не объявили и могут еще поменять, но возможно здесь тоже будет граница зон города и пригорода. Сейчас вы видите прекрасное, в кавычках, здание, очень узенькое, которое торчит над застройкой, на самом деле оно не такое маленькое, но это пример того, как застраивает Московская область все свободные места. Здесь, в Люберцах, застройка велась много лет назад, и в принципе тут много типовых постройок, какие можно увидеть в любом городе России, но вот такие дополнительные встраивания, они были, есть и будут, и соответственно пассажиропоток здесь будет расти в огромном количестве еще очень много лет, даже несмотря на самую высокую урбанизацию аж до самого Раменского. Следующая остановка, Люберцы Первые. Люберцы Первые – это главная железнодорожная станция за МКАДом, находящаяся на этом направлении. Главное, потому что именно на ней пути Рязанского и Казанского направлений расходятся в разные стороны. Сама эта развязка занимает очень большое место, мы с вами даже гуляли по ней некоторое время назад, но сейчас на пути от Ухтомской до Люберец Первых мы с вами увидим только ее небольшой кусок, потому что здесь поезда уже следуют по четырем главным путям в сторону центра Москвы. На перспективу здесь будет закладываться везде пятый и шестой главный путь. Сейчас до станции Перова я все же скажу, что есть слухи о прохождении этого пути даже до центра Москвы, но это в дальней перспективе, и я совсем не уверен, что это когда-то будут строить, пусть и неофициально, но все же об этом говорили. И спрос на этот участок настолько большой, что даже от Первого до Люберец предлагалось построить пятый и шестой пути, независимо от присоединения ко всему остальному. Сейчас вы видели одну из многочисленных дырок на этом участке, потому что здесь, в Московской области, абсолютно наплевать на людей, которые живут, которые идут из разных частей города, и которые переходят пути в неположенном месте, ведь здесь спрос на пересечение железной дороги огромный, но Подмосковье сказала, что нет смысла вам переходить железную дорогу, пользуйтесь переходами там, где они есть, в нескольких километрах от вашего нужного места прохождения. Вы видите, что здесь одна за одной дырки, и это не только зайцы, это именно люди, которым нужно переходить, потому что вы видите, куда ведут эти дорожки. Пожалуй, Казанское направление в этом плане первое по количеству нужных надземных или подземных пешеходных переходов. Вот сейчас вы видели, как один путь по мосту был над нами, и здесь даже на этой развязке есть тропы от людей. Почему этот путь пошел уже сейчас, ведь развязка дальше? Поезда, прибывающие со стороны Казанского направления, проезжают под Рязанским и выруливают на крайнюю платформу, к крайним путям, как раз с той стороны, которую вы сейчас видите. И если те электрички, которым нужно идти со всеми остановками, спокойно по стрелке переходят на соседний путь, то поезда дальнего следования и немногочисленные экспрессы, я имею в виду шатуски, которые там есть, проходят по путям над нами и уходят на скоростные пути. Здесь тоже будут некоторые перестройки, связанные с будущим развитием, но самое главное, что вы понимаете, и этот путь нужен для того, чтобы скорые поезда с Казанского направления приходили сюда и никому не мешали. Ну а мы с вами уже проезжаем Люберцы Первые. Люберцы Первые. Здесь платформы прилично растянуты друг относительно друга, но это не проблема для пассажиров. Все уже привыкли. Кстати, платформы здесь очень даже широкие, что неплохо. Хороший пример для других, однако здесь тоже когда-то придется все перестраивать, но не в первую очередь. На этом на сегодня все. Всем хороших поездок, спасибо за внимание, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok